Как сделать идеальный туалет? Какие ошибки делал я и как, в принципе, можно испортить санузел? Сегодня вы узнаете, какой унитаз лучше выбрать, зачем нужен синий светодиод в санузле и как же всё-таки правильно пользоваться гигиеническим душем. Я сделал это видео как краткое пособие по всем нюансам санузла, для того, чтобы вы из одного видео смогли решить для себя, что именно вам нужно и почему. Ведь туалет мы делаем минимум на 10 лет, и поэтому очень важно запланировать всё заранее, чтобы потом не мучиться. Всем привет! С вами Майкл Мора Дизайн, и если вы впервые на моём канале, и у вас есть вопросы по дизайну и ремонту, то обязательно подпишитесь, потому что в течение часа после выхода нового видео я отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Я не отвечаю на ваши вопросы постоянно, потому что их слишком много, а ваша активность под новыми выпусками для меня очень важна, и поэтому я решил поступать таким образом. Итак, первое, что должно быть идеально в туалете, это его обособленность. Если вы проживаете один, то это, конечно, не принципиально, но вот если у вас уже двое или более, тогда хорошо, когда туалет сделан отдельно. Следующий важный шаг в создании идеального санузла – это шумоизоляция. В современных квартирах этот вопрос достаточно актуален, так как сейчас при строительстве используют пластиковые трубы, которые легко пропускают различные виды шума. Шум от соседей может испортить даже самый шикарный интерьер. Звук от канализации может быть слышен не только в санузле, но и в соседних комнатах. Особенно важно сделать шумоизоляцию, если вы живёте на нижних этажах дома, так как основной источник шума – это фановая труба. Мы на своих объектах всегда делаем шумоизоляцию труб, к тому же это очень быстро и просто делается. Просто берём цилиндр от Rockwell и оборачиваем его вокруг трубы. Цилиндры надеваем на трубу вплотную друг к другу. Далее закрепляем бандажом или вязальный проволок. Рекомендуется устанавливать не менее двух бандажей на один цилиндр с интервалом до 50 см. Продольные и поперечные стыки проклеиваем самоклеющейся алюминиевой лентой. Уровень шума снижается с громкого разговора до еле слышного шёпота. Эти цилиндры выполнены из каменной ваты, волокна которой последовательно намотаны на основу. И в результате в готовом продукте они располагаются перпендикулярно звуковым волнам. Шум словно запирается внутри и не выходит наружу. Мы в обязательном порядке делаем шумоизоляцию труб и перегородок. И используем в основном как раз продукцию из каменной ваты Rockwell. Потому что этот материал экологичен и сохраняет свои свойства на протяжении многих лет. Подробные характеристики этого материала можно посмотреть по ссылке в описании. Я понимаю, что у большинства людей габариты туалета далеки от идеала. Поэтому дам несколько рекомендаций. В маленьком санузле есть всего два важных размера. Это ширина помещения, она должна быть минимум 80 см. И расстояние от стены до унитаза, которое должно составлять минимум 45 см. Это минимальные показатели для стандартного человека. Для человека, обладающего большей массой тела, нужно предусмотреть дополнительное расстояние перед унитазом. Потому что, чтобы нормально встать, нужно привести тело в равновесие. А для этого тучному человеку нужно наклониться немного вперед. Для понимания, сколько вам необходимо места, можно поставить табуретку перед стеной. И попробовать встать с нее, не задев стену головой. Это и будет ваше минимальное расстояние. Если вы сейчас выбираете отделку для туалета, то я вам советую обратить внимание на декоративную штукатурку. На полу, конечно же, лучше оставить кафель, как самый надежный и проверенный вариант. Под кафелем нужно обязательно сделать гидроизоляцию и теплый пол. Но это уже по желанию. Может быть, вы по квартире ходите в тапочках. И тогда в этом нет особого смысла. Если вы думаете делать подвесной или обычный унитаз, то я рекомендую выбрать инсталляцию с подвесным унитазом. У нее есть три преимущества. Она занимает меньше места, не создает проблем при уборке и выглядит эстетичнее и современнее. При выборе чаши унитаза я рекомендую обратить вам внимание на следующие четыре показателя. Первое, чтобы унитаз был безободковый. Это необходимо для того, чтобы не создавать дополнительные карманы для грязи. Второе, это система антивсплеска, чтобы не переживать по этому поводу. Третье, это расположение сливного отверстия. Оно может располагаться по центру чаши, ближе к передней или задней стенке. Чем ближе слив будет к передней стенке унитаза, тем меньше места занимает сама чаша. Это важно, когда в вашем туалете ограниченное пространство. И четвертое, это встроенное биде. Сейчас обычно делают рядом с унитазом гигиенический душ. И если сравнивать удобство использования гигиенического душа и встроенного биде, то я склоняюсь в сторону биде. Я понимаю, что эта тема для многих слишком личная и ее не принято обсуждать. Но я хочу показать суть проблемы, которую многие просто замалчивают. Если вы попробуете найти информацию о том, как пользоваться гигдушем, то в основном вы увидите видео, в которых люди просто показывают, как нажимать на кнопки и открывать кран. Я же хочу обсудить реальное использование. Так что я предлагаю отложить бутерброд в сторону и смоделировать в голове ситуацию. Вы сидите на унитазе и у вас в руках гигдуш. С какой стороны лучше его опустить в унитаз? Спереди или сзади? Мне кажется, что сзади. И вот мы нажимаем на клавишу, вода течет. Но что, если напор не справляется с проблемой? Приходится задействовать вторую руку. Ей удобнее будет пользоваться спереди. И в этом, собственно, основная проблема, что в чаше унитаза должно умещаться ваша пятая точка и две руки. Одна спереди, другая сзади. Чаще всего это сделать просто нереально. Поэтому, если же вы все-таки хотите гигиенический душ, то выбирайте с клавиши, расположенной далеко от лейки или вообще без клавиши. Это позволит вам не опускать руку в унитаз слишком низко. Для того, чтобы было удобно орудовать двумя руками, можно немного привстать. Но тогда есть риск забрызгать все вокруг, и попа перестает быть в горизонтальном положении. И вода начинает течь по ногам вместо того, чтобы стекать в унитаз. Еще одна проблема, с которой сталкиваются обладатели гигиенического душа, это остаточная вода, которая вытекает из лейки на пол. И даже самые дорогие конструкции не лишены этой проблемы. Если же у вас встроенное биде, то вам не нужно ничего держать, и у вас нет проблемы с каплями и брызгами. Просто открыли кран и использовали его по назначению. Делать ли отдельное биде? Если позволяет место, то да. Им удобнее пользоваться, чем встроенным вариантом. И ни для кого уже не секрет, что на биде нужно садиться задом наперед. Делать ли гигдуш, если у вас есть биде? Заранее убедитесь в том, что у вас есть место, где можно спокойно с комфортом набрать ведро воды. Если такого места нет, то наличие гигдуша обязательно. Одним из основных источников шума в туалете является процесс слива воды. И на рынке давно уже появились унитазы с функцией турбосмыва. Это когда вода не просто падает сверху, а как бы закручивается по спирали, тем самым не происходит акваудара, и вода проходит по чаше несколько раз, закручиваясь в воронку. И мне совсем не интересно, для Австралии есть ли унитазы с противоположным направлением закручивания. Стульчак нужно обязательно покупать вместе с унитазом из той же коллекции, потому что производители специально делают необычные формы чаши, и потом очень сложно подобрать стульчак, который идеально бы подходил по контуру унитаза. Нужен ли стульчак с подогревом? Я считаю, что нет, это уже баловство. Стульчак нужен с подогревом, если у вас туалет находится на улице. По поводу микролифта у стульчака, я считаю, что это отличное изобретение, но важно, чтобы микролифт работал только в одну сторону, чтобы когда вы хотите поднять стульчак, ничто его не задерживало. Тогда есть шанс, что мужчины будут успевать его поднимать. Кстати, есть еще одна очень щекотливая тема. Нужно ли мужчине дома ходить по маленькой нужде, сидя, чтобы уменьшить наносимый ущерб? Как вы считаете? Или это принижает его достоинства? Вброшу вам еще немного информации по этому поводу. Если вы ходили в поход на яхте, то, скорее всего, первое, что вам рассказали, когда вы вступили на борт, это про то, что гальюном нужно пользоваться только сидя, так как в любой момент яхту может качнуть, и это ничего достоинства не ущемляет. На всех инсталляциях есть отметка, которая должна быть на высоте 1 метр от чистого пола. И если строители соблюли этот размер, то подвесной унитаз будет висеть у вас нормально для среднестатистического человека ростом 1,75 метра. Но если ваш рост меньше, то инсталляцию лучше сделать на 5 сантиметров ниже, так как потом уже подвесить унитаз по-другому не будет возможности. А на высоком унитазе у вас будут затекать ноги. Так что лучше сделать унитаз чуть ниже, чем это необходимо, так как анатомически более правильной является поза орла. И ориентироваться нужно на самого низкого члена семьи. Но, естественно, не на ребенка, потому что дети растут. Я рекомендую выключатели устанавливать внутри помещения, чтобы когда вы пользуетесь санузлом, никто не выключил вам свет. Особенно это актуально, когда в доме есть маленькие дети. То же самое касается и вытяжки. Она обязательно должна быть сделана на отдельную клавишу или хотя бы управляться через приложение. Еще одним интересным решением для унитазов является фильтр от гиберит, который устанавливается прямо в сливной бачок. И при смывании воды фильтр включается и высасывает весь воздух из чаши унитаза и фильтрует его. Не все туалеты позволяют установить раковину. Но наличие раковины – это определенно плюс. Также желательно, чтобы смеситель для раковины был встроен в стену. Это позволит сэкономить место на раковине и сделает уборку на 5% проще. В идеальном санузле должно быть два сценария освещения. Это основное, которое можно сделать плафоном или светодиодными лентами. И ночная подсветка. Причем ночная подсветка должна быть сделана таким образом, чтобы она не заставляла зрачки сужаться, а была похожа на лунный свет. Чтобы вы могли вернуться спокойно в кровать, не ожидая, пока глаза опять перестроятся к ночному полумраку. Для этих целей достаточно одного светодиода синего цвета с датчиком движения или клавишей включения. Так называемые посадочные огни. Я своим родителям недавно заказал такую игрушку на Али. Освещение работает от батареек, включается от движения и работает только, когда освещенность ниже определенного предела. Дверь в санузел должна обязательно открываться в коридор. И даже если санузел позволяет сделать открывание внутрь, все равно я рекомендую вам сделать открывание наружу. Эта дверь будет 95% времени закрыта, и она не будет мешать проходу. А разместить ее внутрь помещения, с расчетом, что она будет открыта, вам наверняка придется отказаться от каких-нибудь крючков или пола. Дверь для спокойствия лучше брать с хорошей шумоизоляцией. Есть интересные двери со скрытым дверным порогом. В закрытом положении он выдвигается и создает дополнительный барьер для звуков. Если у вас узкий санузел, то, возможно, вам хорошо подойдет дверь скрытого монтажа. Ее преимущество в том, что у нее нет наличников, а дверную коробку можно встроить в стену. И за счет этого вы сможете выбрать более широкую дверь. Ершик должен быть подвесным и располагаться справа от унитаза. Тут все понятно. А вот с какой стороны вешать туалетную бумагу, это слишком сложный вопрос. Предлагаю решить его в комментариях. К любому расположению всегда можно привыкнуть. Я знаю лишь одно, что бумага должна быть свободным концом наружу. Только тогда ее можно легко взять и оторвать одной рукой. Если же свободный конец будет висеть вдоль стены, то его труднее подцепить. И когда вы его потянете, чтобы оторвать, рулон будет просто раскручиваться. Вроде ничего не забыл. Подписывайтесь и до встречи через неделю.